Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 620. События дня. 1 Тимофея 4.16. Вникай в себя и в учение. Занимайся им постоянно. Ибо так поступай, спасешь себя и слушающих тебя. За 24 августа 2017 года. Голубева Екатерина пишет. Всего один храм с бептистерием. Да в одном храме в пригородном селе. Но как наш митрополит, так и священники этих храмов считают полное погружение вторым крещением. То и отказали мне. Так вот и пришлось ехать в Москву. Жила я там 4 дня. Ходила на утренние вечерние службы в храм святителя Николая на Берсеневке. Много было для меня удивительного и нового. Но я благодарна Богу, что он сразу же, когда я пришла впервые в незнакомый храм, послал мне добрых и отзывчивых людей. То есть сестер местной общины, которые многое мне подсказали и помогали. А одна даже пригласила к себе переночевать. Но на тот момент у меня было где остановиться на ночлег. Теперь я вспоминаю те службы, и у нас, конечно, это небо и земля. Очень жалко только, что у них было мало народу. Даже утром и воскресенье. Конечно же, мне понравилась и тишина, и порядок, и благоговение, и простота на богослужении. И хотя службы были по 4-5 часов, но для меня они прошли, как наши двухчасовые. Поразило меня еще пение одной сестры из Криры. Я думаю, что это дар и утешение от Бога для общины. У сестры очень удивительный, красивый и сильный голос. А пение напоминало мне афонское. Такое талантливое пение нараспев трогало душу и хотелось плакать. Да и теперь мое сердце расширилось, а память хранит и ум вспоминает на молитве всех, кто стал мне близким по духу и сотворил духовную молитву на помощь в моем спасении души. Ну, конечно, и родственников, и близких, и соседей, и коллег по работе, не забывая о каждом своем месте в сердце. И вас, дорогой Игнатий Тихонович, и брата Ирея Акима, парализованного Сергея, Козлов Владимира Пащенко, Никиту Колесникова, Наталью Чернову, Галину Улейска, Марину Сергееву, Игоря Добунова и других хранил в своем сердце. Вспоминая на молитве, радуюсь вашим успехам, огорчаясь неудачам. Удивляюсь лично вашей работоспособности и рада за тех, кто с вами и понимает вас. Удивляюсь и не понимаю противников и гонителей. Продолжаю смотреть ваши ролики. Да еще хотелось сказать. Конечно же, я заходила дважды в храм Христа Спасителя, когда там не было службы. Поражает его величина и красота, и богатое его украшение. И задумываешься, сколько же там вложены и труда, и сил. Но почему-то не почувствовал никакой благодати. И захотелось скорее выйти. А также ездила в Покровский монастырь, где была впервые, и где приложилась к мощам Блаженной Матронушки. Заказала требуя, но службы также не было. А так как стояла очень хорошая теплая погода, то просто отдыхала на территории монастыря. Там я любовалась окружающей природой. Меня радовали своим видом красивые клумбы с цветами. Небольшой скверик с рожьми разного вида деревьями, где под ними на земле сидело много красивых птиц. Я спросил у паломников, что это за красивые птицы с пятнышками на спинке. А мне ответили, соловьи. Интересно, пение этих птиц я часто слышала. А вот видеть не приходилось. А здесь их на удивление так много, и они как будто не боятся людей. Видно, привыкли, да и кормят их все. А на столиках рядом с трапезой птички то и дело снуют. Столы стоят под открытым небом. Не знаю отчего, но мне понравилось в этом монастыре. А когда ушла оттуда, то потом снова захотелось вернуться. Но там же у меня произошел один казус. Когда я еще решила зайти в большую лавку, построенную отдельно от всего, но на территории самой обители, то мне приглянулась одна очень маленькая дамская сумочка, которую носят через плечо, и в которую можно положить только кошелек и ключи. Тогда я спросила у сестры-продавца, скажите, сестра, сколько стоит вот эта сумочка? Я без очков не вижу. А она ответила, 7 тысяч рублей. Назвал мне четырехзначную цифру. От удивления я только и сказала. А я думала, что это номер. Как только я услышала слово «тысяч», то от шока уже и не запомнила другие цифры. Так, не к чему мне уж, так как это почти моя зарплата. В общем, этот товар не для меня. Да еще удивила цена просвора. Одна штука – 20 рублей. Вот, Игнатий Тихонович, такие дела. Сын у меня скоро уедет в Подмосковье учиться. И я думал остаться одна. Но, возможно, ко мне в однокомнатную квартиру придут жить на год дочь с зятем. Они хотят брать ипотеку на жилье, так как нет своего ничего, а снимают чужую квартиру и платят за нее 10 тысяч рублей. Плюс коммунальные услуги. Вот скучать мне не придется. Только компьютер нужно будет делить теперь на троих. Кому какое время и что смотреть. У всех интересы разные. А телевизор для них я не хочу подключать. Отвыкло уже от него. Да и им бы отдохнуть от этой заразы. Но я полагаюсь на промысел Божий, который ведет нас всех к спасению и не даст Бог искушения выше наших сил. Да, вот, Игнатий Тихонович, хотел посмотреть фильм «Иисус». Не наша постановка, но увидела в нем, что крещение Иисуса Христа было показано положением в гроб. То есть опрокидывание спины, что вызвало мое возмущение и одновременно сожаление о том, скольких людей этот фильм соблазнит этим неверным кадром. Но я также благодарна Богу, что узнала от вас, как нужно правильно крестить в воде. Благодарю вас. Художественный фильм «Иисус» полностью не смотрел, а то, что увидела, то и не понравилось. Зато фильм «Моисей» смотрела три раза. О большом восторге от него. И другим советую смотреть, а также и фильм «Иеремия». Все они поставлены не нашими режиссерами. Да вот хочу сказать, что я уже как вышла с отпуска, то есть в июне, то стала сразу ходить с покрытой головой везде и на работе тоже, носить длинные юбки не выше 10 сантиметров от пола и рубашки женские с длинным рукавом, а верхнюю пуговицу на воротничке я всегда застегиваю. И что интересно, свои православные, кто меня знает, молчат, а кто не знает, смотрят с удивлением, думаю, принимают за сектанку. А вот мусульмане и лица кавказской национальности принимают за свою. То здороваются, то помогают. Понимаю из этого, что наши православные не знают истинного христианства. А когда одной сказала про то, что надо покрывать голову, то она воспротивилась и сослалась на историю, что раньше не носили, а только потом начали. На что я сказала, что для меня авторитет Библия, а там сказано, что покров на голове – это знак для ангелов, и что жена имеет над собой главу мужа, да и пример самой Богородицы на иконах виден. На этом разговор и прервался. Так как мы разошлись, проходили медосмотр. Игнать Тихонович, простите, что много написала, посылаю вам свои новые стихи, и простите, если что-то не так. До свидания, спаси вас всех, Христос, помощи Божией, покрова Божией, Матери вам, и ангела-хранителя. Добавка, посылаю новый стих. Игнать Тихонович, что значит слово «малакии»? Первое, Коринфянам 6,9. Толкует по-разному, но это когда творят мужеложники, садамиты и грех, вот они, садамиты, а это над кем творят, то есть выполняющие роль женщины. Крещение. Крещение – это полное погружение, это полное грехово-отвращение, это Богу себя вручение, это обещание Ему совести доброй, это шествие души за Богом бодрое. Крещение – это жизнь чистого листа, это несение своего креста, это исполнение евангельского текста, это плач о прежних грехах, это труд с молитвой в постах. Крещение – это к небу всегда стремление, это своего «я» отвержение, это и духа сокрушения, это на сатану проклятие, это с Христом сораспятие. Крещение – это страстей искоренения, это Богу и людям служение, это заповеди исполнения, это святых догматов учения, это апостольских преданий и хранения. Крещение – это отброс небесной славы, это отпечаток неземной державы, это шанс избежать гиенской лавы, это свобода в Духе Святом, это вечная жизнь со Христом. 30 июля 2017 года, Екатерина Голубева. Вот так. Ну и показать наши ресурсы, конечно. Вот мой мир, вот я участвую, большое, много здесь, сериал муха, да. Второй ресурс большой – это ленточный форум, ленточный, православный форум, очень грамотно составленный, легко искать, 1600 тем. Ну и наш канал, канал, вот показанное, по 19, вот сколько, если все просматривать, 25, 30, 40, 50, 60, сейчас, 11 и 17, почти 30, 48, два часа с лишним, два часа, только вот за день, выставляю 10 роликов. И во свете Библии, православный библейский сайт, вопросы, ответы, 4124 ответа по темам. Сейчас идет по темам войны. Вот война. Вопрос. 1567, шестой том, открытым оком. Не пойму, почему вы считаете свое мнение всегда правильным, как вы говорите истину в последней инстанции. Разве святые так делали? Меня особенно тревожит то, что вы говорите о защите Родины, что христиане должны только молиться, а сами не должны поражать врагов Отечеству. Как же так? И о Сергея Радонежском, о его благословении Дмитрия Донского столько писали, что это было началом освобождения Руси от монгольского ига. Даже монахи пошли воевать? Ваше убеждение, вы его сами себе добыли или где-то вычитали, что этим событием в русской истории есть и другое объяснение, на и трактовку. Не посчитайте за труд, назовите хотя бы автору, где это можно просчитать. Это мне вопросы задавали, когда я стоял за кафедрой в университетах, в милиции, по радио, вел три программы. Ответ. Если бы я отвечал своими вымыслами или ученостью, которой у меня, к счастью, как раз и нет, тогда бы эти вопросы и перерасспросы могли бы завалить меня тут же. Но я даю ответ вам, опираясь на священное писание, на каноны церкви, на жития святых отцов православной церкви. Сам дух нового завета, дух мира и любви, вот гарантия верности, слышанного вами. Почему этот глухой ропот на меня всегда скрытен? И сколько не прошу выставить хотя бы какие-то достойные возражения, но не звука со всего мира. Хотя я о том прошу и по интернету, где выставлены все мои книги. Пишу каждый год послания всем архиереям в стране и за рубежом. Это же несколько сот адресов. Так пишу и в монастыре известным пастырем. Но и они только ропщат на меня и сказать не могут. Недовольны все, кто считает, читает мои книги. Но и все очень благодарны. Картина такая. Когда считает православный епископ, он говорит, вот тут вы говорите про сектантов. Мило, любо послушать. Такие неотразимые доводы. А вот здесь опять святых поминаете, опять священство ругаете. Это вредно для церкви. Разъяснил ему, что знать свои болячки язвы много полезнее, чем пускать дым кодильный. Вот баптисты считают и ропщат на те места, которые православные деятели похваляют. А довольны, любомилы им, когда говорю о том, что пастыри стали наемниками и не учат народ. А у баптистов, например, проповедь на первом месте. Это им елея на душу сектантскую. Но разъяснил и этим, что они без священства не церковь, но им есть выход, задумались, примолкли. И так каждый. Когда я приезжаю в Новосибирск по вызову, то директор школы делает так. Избирает большой класс и в него стаскивают стулья и набивается класса 3-4. И там я провожу урок. А через коридор другие 4 класса уже готовятся и туда перехожу. И так в течение недели охватываю всю школу. Иногда часов по 8-10 в день провожу в школе. Иногда с директором ведем урок показательный на два голоса. Он по учебнику «Онцы и дети», к примеру. А я все это согласно писанию. Чудо, как слушают дети. И вот завучий говорит. Я вот хожу за вами каждый класс. Ознакомительные уроки урок первый. Вы проводите везде по-разному. Нигде нет повторов. Как это возможно? Это же вступление и такое везде разное. А если было бы еще классов 50, то и туда с иными материалами пришли бы, отвечая, что слово Божие бездонно и бездна великое. Например, вошел в класс и там художественный зал. Висят картины «Тайный вечер» Леонардо да Винчи и «Врубля демон». Урок будет основан по этим картинам. И она еще заметила, что когда бы я не начал говорить, то всегда ругаю учителей. Как это мой рассказ сей. Каждый хочет умереть без покаяния. Потому так болезненно реагирует на любое, даже теневое замещание в свой адрес, как истовый старообрядец беспокаянный. А нужно бы наоборот ловить, где и что будет высвечено в моем закутке и за то поблагодарить. А нет. Попы много говорят о покаянии. Они так привыкли других исповедовать, а тут их зовут покаянию. И к исповеди перед народом своих грехов. А они этого ох, как не любят. Священник – это самая нераскаянная часть в народе. Самая закоренелая в страшных грехах своих. Таких случаев, когда священники бы вот так и вышли перед народом и попросили у него прощения за все свои преступления и упущения в своей жизни, было только два в моей жизни. Это отец Леонид Грошев, игумен, и священник отец Владимир Светков в городе Фрунзе. Высшие перед народом и покаялись. Священцы – это самая нераскаянная мафия. Самые нераскаянные разбойники. Это их планета. Есть такая книга, выпущенная в Париже и как будто еще и не изданная в России, подписанная Петром Ивановым «Тайна святых». Вот из нее несколько отрывков по этой теме о войне. Мне это близко было и есть. И я ее насчитал и распространил. Смещание на 25 часов, как размер Нового Завета. Куликовская битва, то есть кавычки открыты, считается величайшим событием всей русской истории. И в этом событии как бы тонет все происходившее в те времена. И жизнь, и деятельность людей получают оценку с высоты победы на Куликовом поле. История Ключевский резюмировала это общее мнение в своем очерке о Сергии Радонежском так. Народ русский погибал от недоверия к своим силам, от унижения своего перед татарами. И вот Куликовская битва неизмеримо подняла его дух, дала ему крепость, вернула способность бороться за разбитие своего государства. После этого Россия быстрыми шагами идет к высшему существованию могуществу. Одним словом, Куликовская битва имеет великое нравственное значение. Главная заслуга святого Сергия как святого состоит в том, что он как бы подготовил, вдохнул силы в русский народ, чтобы тот решился на битву и, благословив Дмитрия Донского, тем обеспечил ему победу. Кавычки закрыты. Интересно отметить, что это свое слово святом Сергий Ключевский впервые произнес на торжественном собрании Московской Духовной Академии. И с тех пор церковный писатель подобострастно цитирует его когда пишут о святом Сергии. Вот жесточайший материалистический взгляд на жизнь христианского народа. Нет ничего более обидного для церкви Христовой, как житие ее великого святого посланника Христа в свою церковь стилизовать под какое-либо мирское событие, в особенности под битву. Рассуждение духовное будет обратно материалистическому. Никакая битва не имеет в христианском обществе нравственного значения. Никогда святые не принимают ни малейшего участия ни в подготовке победе и не отвечают за поражение. Это зависит от физических сил государства и от его судьбы. Напротив, молитвы святых во времена Божьи, делам Божьим благоприятные, то есть при склонности христианского народа к доброте, всегда рассеивают грозные тучи. Так что никакая битва даже и невозможна. Благословение святого Сергия предает совсем не тот смысл, который оно имело. Также извращено отправление на битву иноков Пересвета и Ослябе, будто бы святым Сергием. Духовный человек не мог послать сражаться физически тех, которые дали обет бороться с врагами только духовно. Дело очевидно было так. У бывших воинов возгорело сердце при виде воинства обрецающих оружием княжеских людей, собравшись на битву. И они желали следовать за князем. А так как свобода ни от кого не отнята, ни от кого не отнята, то они исполнили, что хотели. Раболепие московских историков перед всем, что, по их мнению, способствует возрастанию мощи государства, стилизовало это событие как им нравилось. Оно не было благословением на битву. Так выражение даже непонятно с духовной стороны. Просто святой Сергий не отказался благословить Димитрия по его просьбе перед трудным походом. И все святые не отказывают в подобных случаях в своем благословении. Святой Сергий ободрил Димитрия как всякого, который подвергается смертельной опасности. Он молился о сражающихся, но так молятся все христиане за братья в трудные и мучительные для них времена. Однако благословение совсем не то, что предсказание и ничего общего с ними не имеет. В Пещерском монастыре дважды в разное время благословляли князей перед битвой с половцами и оба раза святые предсказывали князьям поражение. Изяславу с братьями в 1068 году при реке Альте дали святополку Изяславящую Владимиру Мономаху в 1094 году при реке Стугне. Предсказание не есть обещание даровать или вымолить победу. Предсказание есть только видение судьбы данного человека или всего народа. Похвальба так называемыми великими победами в русской истории приучила нас смотреть чрезвычайно односторонне на Куликовскую битву и на причастность к ней святого Сергия с его благословением. Если беспристрастно изобразить условия, при которых произошло благословение и затем картину самой битвы, то увидим нечто скорби достойное, а не радости. Прежде чем выяснить условия, при которых произошло благословение, отметим, что положение России во времена Донского было благоприятное. Татарская орда разлагалась. Достаточно просчитать, как ханы свергали друг друга, действовал яд, сыновья убивали отцов, чтобы в этом убедиться. Напротив, Москва давно уже стала богатеть усиливаться. Неверно, что русские, как прежде, трепетали перед татарами, а они уже научились одерживать победы. Так, за два года до Куликова татары потерпели большое поражение от русских при реке Божия. Историк Сергей Соловьев говорит, от страха перед татарами русский народ начал отвыкать современ Калиты, когда прекратились благодаря миролюбивой политике Калиты их нашествие и опустошение. Возмужало целое поколение, которому чушь был трепет отцов перед именем татарским. И сам Дмитрий вырос в неповиновении хану. Дмитрий нам вско является перед подходом в обитель святого Сергия. Для чего? Спросим мы. К святым, имеющим духа святого, приходят перед важными решениями. Советоваться, чтобы их выслушать и поступить, как они скажут. Вам должно нас слушаться, сказал в свое время святой Пеодосий Печерский князь. Ведь если у святых спрашивают о каком-нибудь деле, то через них отвечает Дух Святой. Божие промышления о данном положении вещей. И вот что же мы наблюдаем. Дмитрий Донской торопится, он с трудом соглашается отстоять обеднюю и отказывается после обедния идти в трапезную откушать, чтобы потом поговорить с Святым Сергием. Он очень волнуется. Велеречиво говорит подобострастный церковный историк в оправдании самодет. Гонцы что бы то что бы то ни стало принять битву, а Святому Сергию как молитвеннику у каждого свое занятие надлежит только помолиться и благословить. Это невольно напоминает будущих воинственных христолюбцев. Ты знай, служи, молебен на победу, не твое дело рассуждать о делах воинских государственных. Но здесь еще непоследующее покорное не Духу Святому, а земным владыкам подобострастное или напротив забитые и безмолвствующие священнослужители. Здесь великий святой посланник Христа. У него достаточно силы убедить нетерпеливого воина, если уже сам пришел, высушить некоторые святые слова. И вот что сказал Дух Святой устами великого Святому Донскому. Сражение, если оно будет допущено, явится небывалым покровопролитию, не лучше ли вежливость Духа Святого, не приказание, даже не настойчивый совет, а ласковое убеждение. Покорностью и данию миротворить татар. Прежде господине, пойди к ним с правдой и покорностью, как следует по твоему положению покорять ордынскому царю. Дмитрий молчит. И тогда Святой Сергий снова начинает говорить, делает как бы намек. Ведь и Василий Великий утолил дарами нечестивого царя Ильяна, и государь презрел на смирение Василия, и изложил Ильяна. Но они внемли Донской. И Святой Сергий говорит уже открыто, «Враги враги хотят от нас чести и злата дадим им, отдай им господин чести и злата, и Бог не попустит им одолеть нас, Он вознесет тебя, видя твое смирение и низложит их гордость». Вот какова была беседа Святого Сергия с князем Дмитрием. И если историк имеет хотя бы малейшее представление, что такое христианство, кто есть Дух Святой и кто посланник Божий Святой в Церкви Христовой, он обязан сделать правдивый вывод. Господь устами Святого Сергия просил земного владыку не проливать по напрасну реки человеческой крови, а положиться на волю Божию, отдав честь и золото мамаю. И при этом Господь обещал, вот где истинное предсказание, но уже не судьбы, а великой награды за послушание Слову Духа Святого. Полное сокрушение силы татарской, как? Конечно, чудом Божьих судов. И вот, что необходимо еще принять к сведению, то, что советовал Святой Сергий Донскому, вполне соответствовало завету предков князя Дмитрия. Александр Невский, его прапрадед и его дед Иоанн Калита копили силу, не растращивали ее, жалели жизни христианские. В опасных случаях предпочитали платить нежизненными деньгами. Но не только предки, но и потомки Донскому поступали также. Василий, сын Дмитрия, одержал бескромную победу над десметными полщищами Томерлана. Но если это последнюю, как мы показали в 13 главе можно назвать чудом Божьим, то бескромное поражение Ахмата царя Ордынского правнуком Дмитрия Иоанном Третьим следует приписать исключительно выдержки этого государя, зная, как все требовали от него кровопролития, например, жестокое послание к Иоанну Третьего архиеписка по ростовскому Вассиана, изумляя святое хладнокровие этого князя. Дмитрий не послушался совета Божия и таким образом вступил на путь судьбы, подвергая действию судьбы государства, за которое он ответствен. Истинный христианин, то есть руководимый Духом Святым, идет, как зрячий путем Божьим. Христианин, не желающий послушания, подобно язычникам, увлекается слепой судьбой. Судьба бывает счастливая и несчастная. И характерной особенностью жизни по судьбе является участие в ней несчастных или счастливых случайностей игры стихий. Житие сохранило нам важную подробность. Когда Святой Сергий говорит слова Божии, призывает смирению и возвещает великую милость за это смирение и изложение врага, то о житье не упоминает, каким голосом было произнесено это увещание, очевидно, простым, всем слышимым. Но когда Дмитрий прощается со святым Сергием, предпочитая свою волю, а не Божью, Святой Сергий вдруг наклоняется к нему и шепчет «Ты победишь!» Шепот передается в слова стыдные, которые неприятные, говорит слух. В чем же здесь дело? Святой Сергий, конечно, имеет дар ведения судей плюсских. По любви к ближнему он сообщает Дмитрию его судьбу. Но в сравнении с только что возвещенной Божьей волей это дело личное, жалкое и произносится одним шепотом. И вот на поле Куликовском сбывается это шепотом предсказанная победа, но какой страшной ценой и поистине вследствие счастливой случайности игры стихий. Об этом сообщают все учебники истории. Происходит разговор между двумя начальниками засадного полка. Разговор потрясающий. Молодой князь Владимир в отчаянии, следя за битвой, говорит воеводе Волынскому «Смотри, смотри, все христианские полки лежат мертвыми. Почему мы стоим?» Но опытный воин предвидит возможность поражения засадного полка. Он надеется, что ветер переменится и перестанет дуть в лицо русским. И ветер меняется. Русские одержали победу блистательную. Когда сошли живых, то оказалось, что их 40 тысяч, а было 400. 360 тысяч пали. Тогда ведь не сотнями миллионов исчисляли население, и даже не десятками. Страшно оскудела русская земля. А золото, которое не хотел отдать Донской, пришлось в течение пяти лет все отдать татарам, ибо пять лет хан Тартамыш грабил, уничтожал беззащитную страну. Помимо непослушания святым, Куликовская битва была в государственном воинском смысле ненужной жертвой. И без нее, как было сказано, Россия справилась с татарами. Эта битва была неосторожностью, или вернее удальством, игрой крови в Дмитрии древних викингов, его предков. Полтора ста лет перед тем удальством Стислава Удалова в роковой битве в Крикалке кончилось ужасным поражением русских. Судьба московского государства была счастливее судьбе Киевской Руси, и удальство Дмитрия принесло ему великую славу на многие столетия и кажущуюся славу Москве. Но все царство не Дмитрия было великим поражением святых на Руси. И только в момент смерти блеснул благодатный луч. Об этом позднее. Не победой на Куликовском поле знаменуется время нами изображаемое, а вот именно теми событиями, которые тогдашние люди называли церковной смутой. С точки зрения житейско-материалистически государственной, события эти ничтожны и не имеют никаких последствий, ибо у кого из князей не было фаворитов, позволявших себе беззаконие. Все это не мешало государству богатеть, усиливаться и даже духовно противоположную сторону святости развиваться. Во времена глухие, безнадежно, материалистические такие события, конечно, ничего не прибавляют и не убавляют в общей отвращенности от Христа. Но время, о котором мы говорим, было святое время. И события нами изображаемые имеют поэтому зловещие и страшное значение. Тогда в церкви русской сиял неземной свет не через одного человека, а через многих. Эти святые духа святого преображают, если можно сказать, весь воздух. Жизнь становится радостно, блаженно, необычайно, легко. То, что советовал апостол Павел, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, не требует никакого труда, сами легкие наполняются радостью, а из уст исходит словословие «Бог любящий близко» страница 454-459. Терпение и святая уступчивость проницают и всю историю жизни русского царства. Когда воля правителей русской земли обращена не на внешние дела государства, а погружена во внутреннее течение православной страны, этот добродетель дает видимые чудные плоды. Ею крепка была киевская земля, как мы изобразили ее. Уступчивость была силой Александра Невского в его отношениях к татарам. Эта сила действовала и в потомстве Александра на московском княжениях начиная с его сына Даниила. Битвы на Куликовском поле князь Дмитрий Донской нарушил мирный завет предков и пренебрег советам Святого Сергия, предлагавшего уплотить Дании и нелить драгоценной крови христианской. Страсть к возвеличению кровавых побед знает Петрова просвещения русскому образованному обществу. Завет Петрова Сделала так, что незамеченной в русской истории остается величайшая бескровная победа сына Дмитрия Донского над страшным Тамерланом, спасшая не только Москву, но и всю Европу. Тогда было новое нашествие огромных орд великого завоевателя. Как все сокрушающие лавины двигались несметные полщища Тамерлана, уничтожая все на своем пути. Он стоял уже у Рязанских границ. Василий Первый, вышедший на встречу с войском почти ничтожным, обратился с жаркой молитвой к Богу. Он просил митрополита воздвигнуть икону Владимирской Божией Матери. И когда крестный ход, поднося икону, шествующую из Владимир, достиг московских границ, Тамерлан вдруг снялся с лагеря и пошел назад в степи и исчез навсегда. Это была победа Пресвятой Богородицы, и Москва оставалась верной святой политике. Чудным венцом этой политики нелюбви к кровопролитию была бескромная победа Иоанна Третьего над ханом. С великим трудом Иоанн Третьего удерживался отступления в битву с противником, стоящим против него лагерем. Ему писали из Москвы жестокими угрозами, чтобы он не губил Русь своей медлительностью. Тогда еще не было позднейшего подобострастия к князю. Ему в лицо высказывали самые обидные вещи. Высшее духовенство спешило обличить невоинственного князя, писали митрополит и ростовский архиепископ, требуя битвы. Архиепископ Асиан, брат знаменитого Иосифа Волоколамского, говорил в грамоте, наше дело говорить царям истину, ты уклоняешься перед ханом, молишь о мире и шлешь послов, отложи страх и возмогай в господи, ведь ты уехал из Москвы к воинству с намерением ударить на врага. Поревнуй предкам своим, прадед твой великий достославный Дмитрий, не сихли татар победил за доном, а ангелы снидут с небес в помощь твою. Но Иоанн вместо того, чтобы готовиться к битве, внезапно приказал отступление. И вот произошло чудо, татарам ночью показалось, что русские снимаются с Астана, чтобы зайти им в тыл. И все войско хана бросилось бежать. Утром перед глазами русских, еще не вполне отступивших, открылся пустой, брошенный противником лагерь. В современник говорит, ни оружие, ни мудрость человеческая, но Господь спас ныне Россию. Политике соответствующей высшей добродетели русской церкви отвечало и самое свойство московского войска. У него не было храбрости завоевателя. Русские не были сильны в чистом поле, но не существовало более устойчивого войска при защите от гороженных мест, то есть крепостей. Сохранился даже знаменитый термин «отсиживаться за стенами». Это характер русской «крепость в своем и нежелании чужого». Петровский выход на театру славы всего света почился перевернуть все прежние понятия и бред о славнейших победах превозношении величия могущести на государство возвел в первой императорской политике. Вмешиваться во все европейские дела оказалось призванием Великой Империи. При императрице Екатерине Второй сочинили даже подходящий гимн «Гром победы раздавайся» изумительно что эта победная лжемистика совершенно покорила русское сознание непросвещенное светом Христа. Такое вполне невоинственной истории как Ключевский у которого в пяти томах ни разу не упомянуты национальные герои Суворов и Кутузов конечно не без определенной тенденции Смысл явления в русской народной церкви Святого Сергия Радонежского полагает исключительно в необходимости одержать Куликовскую битву Святой Сергий приходил для того чтобы благословить Дмитрия Донского на битву ибо Куликовской победой определилась вся будущность русского народа Культ победы возводится в животворящий фактор русской истории не свидетельствовали это величайшей духовной нищеты новопросвещенного сознания Культ победы но если вглядеться в глубину совершающейся жизни русского государства не видишь никаких побед достойных великой империи напротив поражение при столкновении с не менее великим противником Аустерлиц Наполеон Севастопольская кампания Японская война тяжкие стыдные поражения и только так когда могущественный противник начинает угрожать самой жизни православной страны на помощь является исконное русское свойство крепость отстаивание груди а не слава победы такой смысл бородинского боя здесь сам бог бережет русскую землю несомненно произошло тоже в Сталинграде положившем великий предел немецкому нашествию бог пришел и милостивый приход его знаменовался чудом безбожная советская власть признала свободу церковных богослужений по всему советскому союзу завоевание русских борьбе умерзу ими с сильными противниками ревизу тувамбургам почти пустые пространства Сибири черноморское побережье на историческом языке получили именование продвижения до своих естественных географических границ для историков это продвижение оказалось столь нормальным что Сергей Соловьев Сергей говорит о могущести империи присовкупляет, но без завоевательных стремлений. Конечно, присоединение Сибири, Кавказа, Туркестана, Черноморского побережья вполне целесообразно, но не может быть никаких оправданий для хищного захвата целых государств – Польши, Финляндии, имевших свою особую жизнь, свое церковное становление, свои естественные границы. Театром славы всего света заставлял русских правителей всегда показывать миру свое великое могущество. Император Николай I почти все свое царствование стремился повелевать европейской политикой. Один случай из его жизни показывает, как полон он был антихристовым духом превозношения. Однажды на больших маневрах под Петербургом он выехал перед строем далеко вытянувшихся войск и скомандовал «С нами Бог! Против нас никто! Вперед!» И поскакал. За ним двинулась и вся громада войск. Это бесцельное движение военной силы в расстроенном гордости уме императоре казалось ему угрозой всему свету. Но здесь ничего не было, кроме кощунственной игры с выражением «С нами Бог!». Севастопольский разгром и мрачное уныние, в которое впал император Николай перед смертью, изображенное Фрейлиной Тючевой в дневнике, было ответом судьбы на это кощунство. Знаменательное для тайной жизни русского народа то, что сохранилось в его памяти о двух национальных полководцах, о Суворове. Не Туртукай с его удалью, Туртукай взят, и мы там, слава Богу, слава нам. За это дело Суворов чуть-чуть было не отдан под суд и излишнее кровопролитие. Полководца спасло и извечное изречение Катерины Второй победителей не судят. Ни итальянские победы, никому не понадобившиеся, ибо французы так и не ушли из Италии, а остался в памяти русского народа поход через Святой Готард, великая русская страда, плод русского терпения и жертвенности. Также осталась в памяти народной простота Суворова и его любовь к солдатам, его юродство, его чтение псалтыри в деревенской церкви во времена бесславия. Кутузов, прекрасно изображенный в войне и мире Толстого, является нам исконное лицо русского стратега. Вот его слова. Чтобы выиграть кампанию, не нужно штурмовать, атаковать, а нужно терпение и время. Нет сильнее этих двух воинов терпения и время. Все происходит вовремя, кто умеет ждать. Кутузов дал Бородинское сражение, потому что от него требовал этого императорский двор, не терпение. Он сдал бы Москву совсем без боя, если бы все зависело только от него, ибо он знал, что французы будут побеждены временем. Как знал о татарах Иоанн Третий, как знают все правители, Богу покоряющиеся от Бога, имеющего указания, не ищущие славы, а берегущие драгоценную жизнь людей. Империя любит измерять свое время сражениями и победами. Но русский народ церковь живет не по календарю событий и всякого рода происшествия, не по численному календарю Петра Великого. Он говорит на Флора и Лавра, к Вечнему Николе, Петрову пост, на Петра и Павлах, по Крову, Дню, в Егоре, в Дене и прочее, прочее. В народном сознании дни года не отмечаются отвлеченными знаками цифр, а запечатлеваются сердцем дня, именем празднуемого в этот День Святого. Но просвещенному эта мудрость народная, плод просвещения истинного Христова, кажется суеверием, показанием отсталости. Не Куликовскую битву, когда пролилось неисчислимое количество крови, поминает верующий русский народ, кто помнит в году этот день. Народ церковь поминает приход в Москву Владимирской иконы Божьей Матери, событие, которое сопровождалось бегством полщищ нового великого завоевателя Тамерлана. Вспоминает не взятие Казани, а явление Казанской иконы Божьей Матери. И не один раз в году, а несколько. Тогда радуется сердце народное, ликует его душа. Здесь великое торжество народа церкви, ибо озаряет народную жизнь чудный свет благодати Божией. Несравним этот свет с огнями фейерверков, которые опускал в дни поминания своих побед Петр Первый Великий. В то время, как новый свет, новое бытие справляли свое великое торжество в преобразованиях Петра Первого Веоргия Всепьяннейшего Собора. Свет истины, еле заметный в русском царстве, начал разгораться дивным образом, но как бы вне течения на всенародной жизни, в дебрях тамбовских, среди непроходимых лесов. В странице 549-552. Бесы мщатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь. Страшно, страшно по неволе средневедомых равнин. Эй, пошел, емщик! Нет мочи, коим, барин, тяжело, в югом не слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон-вон играет, дует, плюет на меня, вот, теперь во враг толкает одичалого коня. Там горстой небывалый он торчал передо мною, там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Пчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доли, колокольчик вдруг умолк. Кони стали, что там в поле? Кто их знает? Пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони щутки охрапят, вон уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Коня снова понеслись, колокольчик, день-день-день, вижу, духи собрались средь белеющих равнин, бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре, закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму замуж выдают, вчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна, осень,